ему помочь и так далее, и так далее. То есть, естественно, что вот этот контроль, он осуществлялся, еще раз повторяю, за всей жизнью человека. И человек здесь абсолютно под контролем государства. Тотальная идеология государствения жизни включает себя обязательно культ вождя. Культ вождя. Человек, который обожествляется, который становится лидером нации, и государство, и интересы государства, и государство отождествляется с этим вождем. Все тоталитарные государства – это государства, где есть кошки, где есть, естественно, такой культ ореол этого вождя. А значит, не зря получают прозвище тоталитарных государств вождей, ну там, отец народов, да, там, если брать северную Карелину, там вообще огромное количество, там, солнца, свет нации, там, я не знаю, выдающийся полководец, спаситель всего человечества, и так далее, и так далее, да. То есть, ну, в принципе, здесь, опять же, родоначальником был итальянский режим, и Мусолини, чье прозвище было «туча», да, вот «туча» в переводе с итальянского означает «божь». И также отметим, что именно и о государствении жизни, и идеология так предполагает поиск внешних и внутренних врагов. Поиск внешних и внутренних врагов. Вот, когда в прошлом году, вернемся немножко к культу вождя, когда в прошлом году умер Ким, да, сейчас скажу, Ким Чен Ир, господи, Ким Ир Сен, отец Ким Чен Ир, и сейчас Ким Чен Ир, да. Вот, значит, когда он умер, это как раз в сгабре, по-моему, 11-го года, да, там были, естественно, масштабные похороны, я не знаю, месяц траура, вот, и, кстати говоря, все, кто не хотел участвовать, может быть, вы видели, там было несколько, значит, репортаж из этих похорон, когда весь народ выходил на улицы, все рыдали, все кидались там в истерике, значит, что ушел вот свет нации, там, солнце нации закатилось, да, вот, и, соответственно, значит, но там, значит, кто не участвовал в тех на полгода в лагеря, кто не проявлял скорби, да, и в репортажах вот с этого события доходило до маразма, в который олицетворяет как раз культ вождя, даже сказали северокорейские СМИ о том, что семейство медведей вышло из спячки для того, чтобы, значит, почтить память, видимо, умершего лидера, да, то есть, соответственно, вот до таких даже маразматических проявлений доходит вот этот культ вождя. Да, значит, поиск внешних и внутренних врагов, кто является, естественно, тоталитарной идеологией, это режимы, они достаточно агрессивные всегда и закрытые режимы, и, естественно, они пытаются защищаться от внешних и придумывают этих внешних и внутренних врагов. Кто является внешними врагами? Ну, те страны, которые не поддерживают этот режим, и поэтому, отметив, что касается внешних врагов, тоталитарное государство всегда готовится к войне, всегда милитаризованное государство, всегда готовится к войне. Длинная доля бюджета этих государств уходит на военные цели. В Северной Корее, там, ну, по разным данным, порядка 70% населения находится за чертой бедности и не имеет даже нормального питания, да, при этом создают, там, ядерное оружие. Вот, поэтому все средства уходят именно на эту сферу. А кто, внутренние враги, это кто такие? Враги народа. Те, кто не согласны с режимом. Значит, но не всегда, и те, кто, действительно, они могут и не знать, что они не согласны с режимом, не всегда именно такие сознательные оппозиционеры. Но, во-первых, конечно, это уничтожение всякой оппозиции. И, с другой стороны, это действительно поиск так называемых врагов народа, как это было в советское время. Отметьте, что тоталитарный режим всегда предусматривает внутренние депрессии по отношению к собственным гражданам. И одна из самых негативных сторон тоталитарного режима, это то, что в этом поиске внутренних врагов участвуют не только власти, но участвуют и сами граждане. А в тоталитарных государствах всегда процветает система доносительства и стукачества друг на друга, граждане, да, система доносительства и стукачества. Потому что кто находит этих врагов? Зачастую сами граждане их и находят. И здесь не лучшие человеческие качества, конечно, проявляются. И зависть, и злоба, и так далее по отношению друг к другу. И таких историй очень много, особенно в Советском Союзе. Далеко за примерами ходить не надо, когда в компании сидели друзья, прочитал кто-нибудь, рассказал анекдот про товарища Сталина, на следующий день его приходят и забирают, да. Кто сообщил, естественно, кто был в этой компании. Рассказали там запрещенные стихи, ну, например, стихи Есенина были запрещены в тот период. Значит, опять же, арестовали, приговорили там 10 лет и так далее. А значит, сроки тогда были немалые. И поэтому в свое время Анна Ахматова, великая русская поэтесса, она сказала уже в 50-е годы, когда людей начали выпускать при Хрущеве из тюрем, она сказала о том, что две России теперь посмотрят друг в другу в глаза, Россия, которая сидела, и Россия, которая сажалась. Поэтому здесь не все сводится только к властям, конечно, но именно там режимом задается такие условия. Достаточно такая известная история, которая демонстрирует этот поиск, который доходит, опять же, до маразма. Значит, одна девушка, жительница города, ну, сейчас он называется Волгоград, тогда, а нет, она, я не помню, жизнь из какого города была, она написала в город Сталинград письмо, да, и на конверте, где писала адрес, она в названии города Сталинграда пропустила букву «Р». Значит, естественно, что человек, который сортировал, видимо, эти, ну, там могли не заметить, да, что это, человек, который, видимо, перебирал эти письма, ну, сортировал эти письма, он убедил, был сознательным советским гражданином, отнес куда следует это письмо, ее вызвали на допрос, значит, и запрашивали о том, что ее двигало, когда она у тебя близко сделала, да, почему она не, какие-то подсознательные, видимо, все-таки мысли у нее были против режима, против личного товарища Сталина, потому что она могла пропустить букву, например, «Г», и был Сталин рад, да, почему-то она пропустила именно эту букву, вот, результатом этого, результат этого достаточно невеселый, да, 10 лет лагерей советских, вот, поэтому естественно, что, еще раз говорю, участвуют в этом не только власти, но и обычные люди в этих депрессиях и в этом, всей этой системе. Следующая особенность, да, мы с вами говорим о, вот, сказали о том, что нарушение жизни, которая включает в себя идеологию, в их рождя и так далее, значит, следующая, вторая особенность тоталитарного режима, это однопартийная система, у власти вообще, именно партия выступает в тоталитарных режимах, доминирующем институтом, именно партия, однопартийная система, никаких других нет, никакой позиции нет, стопроцентное участие, в смысле, даже в тоталитарных режимах могут выборы проводиться, но они со стопроцентным участием, они, как правило, без альтернативной, со стопроцентным голосованием за представленные власти кандидаты, да, у Северной Кореи, кстати говоря, в 2005-м году проводились выборы, да, естественно, явка была 100%, вот, и голосование за каждого, на каждом участке был один кандидат, вот, и там было, ну, от 99 до 100% как, значит, за, да, поэтому вот эта особенность тоже тоталитарных режимов. Дальше, монополия на средства массовой информации, никаких свободных СМИ вы не можете. Третья? Да, монополия на средства массовой информации предполагает, монополию предполагает режим тоталитарный. И также отметьте, что четвертая особенность, это, конечно, контроль над экономикой, контроль над экономикой. По-разному он может проявляться, по-разному, например, в Советском Союзе и в коммунистических режимах в целом нет частной собственности, вся собственность принадлежит государству, поэтому, естественно, что государство здесь полностью контролирует экономику в фашистских режимах, значит, частная собственность сохранялась и в Германии, и в Италии, и в других режимах, но государство там осуществляло всегда контроль над экономикой через систему синдикатов, так называемых, в которые входили государства, частные собственники и работники, то есть единая система таких корпораций, да, и государство имело огромные возможности контроля над экономикой. Для чего этот контроль нужен? Ну, во-первых, она, конечно, не должна быть свободной, свободных экономических отношений нет в тоталитарном государстве. Во-вторых, как правило, как я уже сказала, государство переводится на военные нужды, милитаризованное, поэтому нужны все эти средства, экономические ресурсы для военной сферы. Вторым типом, вот это коротко о тоталитаризме, вторым типом, более мягким типом режимов, вот такое промежуточное место занимает между тоталитаризмом и демократией, это авторитаризм, авторитарный режим. Авторитаризм или авторитарный режим. Таких режимов огромное количество. Сегодняшний день авторитарный тип режимов. Вообще, если говорить о том, что такое авторитаризм, это власть, которая подавляет свободу, свободы граждан и, прежде всего, политические, правовые свободы. Авторитаризм – власть, не признающая, либо которая подавляет свободы. Вместе с тем, в чем отличие авторитаризма, авторитарных режимов от тоталитаризма. Во-первых, авторитарные режимы не предполагают никакого государствения жизни и тотальной идеологии. Идеология может быть в авторитарном режиме, но может быть совершенно и без идеологии. Этот тип режима не предполагает тотальной идеологии. Первая особенность авторитарного режима, что авторитарный режим не предполагает наличие тотальной идеологии. Во-вторых, в авторитарном режиме происходит ограничение политического плюрализма, ограничение политического плюрализма. Что такое плюрализм? Множество политического разнообразия, множество. Происходит ограничение политического плюрализма. Через П. значит ограничение политического куроризма чем идет речь о том что а вообще в авторитарных режимах в отличие от тоталитарных режимов есть всегда оппозиция но это оппозиция так скажем она не реальная не та оппозиция которая на самом деле претендует на власть хочет синить партию власти и так далее и так далее это по оппозиции ее называют чаще всего конструктивная конструктивная а в чем ее конструктивность заключается в том что она конструктивно работает с властью значит вообще в современном мире очень неприлично если у вас в стране одна политическая партия очень некрасиво это выглядит и вас на любом международном любой международной организации будут тыкать пальцем говорить о том что как это так одна политическая партия так нельзя значит для того чтобы этих претензий не было странах создаются авторитарных по 2 по 3 политические партии иногда и 4 которые есть доминирующая партия партия власти которая находится у власти но эти три-четыре партии под другими совершенно названиями они не хотят прийти в власти они очень себя хорошо чувствуют в роли оппозиции они сотрудничают с властью значит конструктивно с ней работают и сидят в парламенте получают зарплату и все замечательно да выглядит что в стране есть конкуренция есть оппозиция реальная позиция реальный политический плюрализм он подавляется то есть те политические силы которые претендуют на власть которые хотят сменить власть они соответственно всегда подавляются ограничиваются в авторитаризме которые угрожают скажем так власти например когда президент путин въезжает там за границу да и вот иностранные журналисты любят спрашивать о том если в россии оппозиция он говорит о том что возьмите почитайте программу политические партии коммунистическая партия либерально-демократическая партия там такое прочитаете то естественно не соответствует там значит взгляд не господина президента не партии единая россия поэтому вот вам у нас есть оппозиция то что там претендует эта оппозиция ведет на реальную политическую борьбу тут уже другой вопрос да но позиция есть вот эта особенность авторитарных режимов и третья особенность это то что власть или политическая элита да может написать власть в авторитарных режимах носит очень закрытый характер и основана она как правило на родственных наследственных клановых связях властной закрытый характер основана на клановых родственных, наследственных связях. Вертикальная мобильность в авторитарных режимах очень ограничена. Для обычного человека, если он не относится к правящим кланам, каким-нибудь родственникам, какими-нибудь связями не обладает, ему практически невозможно, нет возможности попасть во власть. Вся власть носит такой вот закрытый характер. И обычно, вот такой принцип построения власти, он, конечно, приводит к масштабной коррупции. Иногда авторитарные, некоторые авторитарные режимы называют клептократиями, от латинского, по-моему, не греческого слова, клепто, то есть красть. Значит, это режимы, которые обкрадывают собственные страны, да. Вот возьмите режим Туниса, который был до революции, значит, Жасминовой революции, которая произошла в Тунисе. Президент Туниса Бен Али, его состояние, он убежал, значит, из этой страны, он попросил удерживаться в Саудовской Аравии, его состояние практически в три раза превышало бюджет Туниса. То есть, естественно, что, значит, когда говорят о масштабной коррупции, то, значит, состояние этих лидеров, то же самое касается и Викта, и Мубарака, значит, и плана, да, естественно, что здесь имеет место коррупция, когда все родственники находятся на высоких постах, друзья и так далее, да. Вот на этом принципе строятся всегда авторитарные режимы. И, значит, типы авторитарных режимов, отметите. Какие типы и виды авторитарных режимов бывают в современном мире? Типы авторитарных режимов. Значит, первое, это военная диктатура, очень распространенный тип режимов. Военная диктатура. Военная диктатура. Азиатские, латиноамериканские страны проходили через этот тип режимов. Ну, например, можете Сирию привезти, там, в общем, это военная диктатура. Значит, большого, ну, вот практически все латиноамериканские страны, ну, Чили времен Финочета, в Бразилии, в Аргентине эти типы режимов были. Там вообще существовала всегда такая закономерность. Власти приходят гражданские, значит, у власти находятся гражданские люди, не военные. Значит, начинается, все это приводит к хаосу их управления. Начинаются беспорядки, экономический кризис, который вызывает беспорядки. Люди там южные, горячие, они бегом на улице, все начинают вокруг хранить. После чего вводятся войска, военные наводят порядок, берут власть в свои руки, и через, там, лет пять отдают опять власть гражданским, то есть лет пять режим военной диктатуры, отдают власть гражданским, все по новой, да, все это до экономического кризиса, опять все это так же. И вот в 70-е, 80-е годы несколько латиноамериканских стран проходили через такой период. Значит, следующий тип, следующий тип, это теократический авторитаризм. Теократия, теократический, теократический авторитаризм. Теократия предполагает власть кого? Религии, религиозных деятелей, духовных лидеров. В какой стране духовные лидеры находятся в власти, контролируют власть? И, соответственно, в Ватикан. Господи, прости, конечно, значит, но мы не будем уж рассматривать, как авторитарный тип режимов, да, потому что, ну, небольшое государство, понятно, что там, значит, один из лидеров азиатского региона. Далай-Лама? Нет, 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 в Тибет, причем Далай-Лама, изгнан из Тибета, да. Кто является лидером азиата, вот, одним из, одно из самых сильнейших государств в Азии, да, которое стремится к созданию ядерного оружия, и во главе которого находятся духовные лидеры Ирана, конечно. Несмотря на то, что вы, может быть, слышали о президенте Ирана Ахмадини Жаги, да, достаточно известная, в общем-то, личность, благодаря своим заявлениям, многочисленным, он не контролирует власть в Иране, и не является, значит, обладателем всех властных ресурсов. Главный институт власти в Иране – это Совет духовных лидеров. Они находятся во главе, они определяют кандидатуру в президента Ирана, им он подчиняется и так далее, да. Исламская революция в Иране произошла в 79-м году, после чего у них установился этот режим. Значит, монархический авторитаризм. Монархический авторитаризм. Запишем еще два типа перерыва. Монархический авторитаризм. Значит, речь идет об абсолютных монархиях, прежде всего, естественно, монархиях Ближнего Востока, где вся власть, естественно, принадлежит монарху, и не предусмотрено создание каких-то дополнительных оппозиционных сил и так далее, да. Значит, это Саудовская Аравия, это Хатар, это Аман, Бахрейн, Эмираты. Но они состоят просто из пяти эмиратов, да, где есть Советы Миров, и, соответственно, но каждый эмират является, в общем-то, абсолютно монархием. Значит, и последний тип – это массово-тоталитарный режим. Массово-тоталитарный. В названии присутствует термин «тоталитаризм», да, «тоталитарный». На самом деле режим авторитарный, он предполагает доминировать, наличие доминирующей политической партии. Партии, которая правит безраздельно, там, 50, 60, 70 лет в стране. Одна и та же политическая партия находится у власти, постоянно находится у власти. То есть «Единая Россия» пока не считается? Ну, вообще, естественно, что российский режим, как вы сами прекрасно видите, он, в общем-то, является авторитарным, да. Но «Единая Россия», во-первых, она не столь долго находится у власти, но фактически доминирующей партией с 2003 года, а то и с 2007-го становится. Во-вторых, «Единая Россия» при всем уважении к этой партии, да, она не является, на самом деле, институтом, реальным институтом власти, по сути дела. Потому что она зачастую одобряет те решения, которые принимают уже исполнительной властью или личным президентом. Президент России, хотя бы премьер Медведев, но не так давно он вступил в эту партию и возглавил ее. А вообще была интересная ситуация. У нас есть доминирующая партия, есть лидер этой партии, ему был Путин, который не вступил в эту партию, он не был членом этой партии. Это уникальная ситуация вообще для всего мира. Когда человек является лидером партии, при этом он туда не вступает. Причем после того, как «Единая Россия», в общем-то, очень серьезно подорвала свою репутацию, то президент любит себя ассоциировать уже с Народным фронтом, нежели с «Единой Россией». Поэтому говорить, что она действительно доминирующая партия, но именно вот такой тип режима, наверное, сложно. К этому типу режимов относилась Мексика до недавнего времени. Значит, ну, до, где-то я точно не скажу, 2003-2005 год. Значит, там была институциональная репутационная партия Мексики, которая с 1927 года, более 70 лет, находилась в безраздельном власти. Значит, к этому же типу можно было, опять же, отнести Японию. После Второй мировой войны, с 50-х годов, после того, как американцы уходят из Японии, там, где начинает действовать собственный режим, собственная политическая система, в Японии доминирующей партией была партия ЛДПР. Вот это ЛДПР, Лидеральная демократическая партия Японии. Все премьеры были в этой партии, она безраздельно правила. Вместе с тем, в 2009 году она проиграла выборы Демократической партии Японии, и сейчас Демократическая партия Японии находится у власти. Сказать, что это разные структуры, нельзя. Почему? Потому что все лидеры Демократической партии, либо родственными связями, либо сами были в свое время членами ЛДПР. Они все равно эти структуры взаимосвязаны. Но так как людям уже надоела формулировка лидерально-демократическая, они сделали новую демократическую партию. И последний пример, отметьте, Индия. В Индии, опять же, постколониальный период, в 50-х годах, одна единственная политическая сила находится у власти по сей день. И индийский национальный конгресс, и ангар. Власти в Индии, все премьеры Индии, представители этой партии, никакой другой партии. В Индии доминирующей не было, а у власти не было. Вот это примеры режимов, которые относятся к доминирующей партии. Давайте перерыв сделаем. Работы в своей вознике. Не смешно? Я попалу. Я позорю. Которые относятся у нас к государству, и относятся у нас к механизму управления государством. Но мы с вами рассматривали, что не только режим, но и такие понятия, как форма управления, форма или тип государственного устройства, также характеризуют государство. Значит, сейчас переходим к форме управления. Отметьте. Форма управления. Форма управления. Значит, форма управления – это понятие, которое в политической науке, которое обязательно прописывается в конституции или законодательстве. Значит, это понятие, эта категория форма управления обязательно запрещается конституционно или законодательно. И что она означает? Значит, первое определение. Первое определение формы управления. Первое определение формы управления – это способ формирования высшего органа государственной власти. Главного, ключевого, то есть главы государства, да, кто является главой государства, да, кто является главой государства, да, формирования высшего органа государственной власти. Высшего органа государственной власти. Вот если мы посмотрим на это определение, то, значит, на основании этого определения выделяют две формы управления. Две формы управления. Во-первых, это монархия, где высшим органом власти является монарх. В переводе с греческого монархия переводится как один правитель. Значит, монархия — это форма правления, при которой власть полностью или частично сконцентрирована в руках монарха. То есть монархия — форма правления, при которой власть полностью или частично находится в руках монарха. Монархия предполагает наследственную власть, династическую власть в рамках одной династии. Династии могут меняться, пожизненную власть, никаких сроков правления монарха нет, пожизненно правит государством. И также отметить, что монарх не несет юридической ответственности перед гражданами и перед государством. Юридической ответственности глава государства, монарх, динамичный глава государства, не предполагается его юридической ответственности. Вторым типом формы правления является республика. Республика, латинское по происхождению слово «республика», что означает общественное или общее дело. Значит, республика – это форма правления, при которой власть избирается на определенный закон срок. Сроки могут быть разные. В учебном власти президент как глава государства избирается на определенный срок. Может быть, четыре года, во Франции пять лет, в Америке четыре, во Франции пять, в России шесть. Неважно, какие здесь сроки. Но, тем не менее, обязательно избираемый глава государства. Значит, естественно, что республика предполагает никакую не пожизненную, а именно власть на определенный срок. И в республике обязательно глава государства несет юридическую ответственность перед своими гражданами. Глава государства несет юридическую ответственность перед своими гражданами. То есть власть выборная является, и глава государства несет ответственность перед гражданами. Вторым определением формы правления, мы сказали, что это способ формирования высшего органа государственной власти. Во-вторых, значит, отметить, что форма правления – это также конфигурация, определенная структура. Структура органов власти. Значит, форма правления – это определенная структура, которая также определяется законодательством органов государственной власти. Органов государственной власти. Вот на основании этого определения уже выделяют типы монархии и типы республик. Значит, монархия бывает двух типов. Абсолютная. Абсолютная. Это монархия, в которой власть монарха носит абсолютный характер. Вся власть принадлежит монарху. Никаких ограничений власти монарха, юридических, законодательных нет. Власть монарха носит абсолютный характер. Никаких реальных ограничений власти монарха нет. Власти монарха нет. Есть, могут быть ограничения. Значит, какие страны относятся у нас к абсолютной монархии? Ну, всякие из Нижнего Востока. Абсолютно верно. Саудовская Аравия, опять же, Катар, Роман, Кувейт, ну и так далее. Это все абсолютные монархии. Нельзя сказать, что в этих монархиях, что хочет, то и делает. Безусловно, его власть ограничивается, как правило, традициями, обычаями, религией и так далее. Но, с другой стороны, законодательных ограничений власти монарха нет. Вообще, во многих абсолютных монархиях сейчас существует мода на то, чтобы создать у себя конституцию. Вообще, абсолютная монархия не предполагает конституции, которая ограничивает власть монарха. Вместе с тем, это интересное такое явление, они называются «дарованные конституции». Это конституции, которые пишет сам монарх. И он дарит эту конституцию своему народу. То есть народ ее не ратифицирует, народ за нее не голосует. Такое вот подарок. Опять же, сегодня в современном мире, а в современных международных организациях, ну некрасиво, когда ты один обладаешь всеми полномочиями. Вроде должно тебя что-то ограничивать. И вот для этого, для того, чтобы все выглядело более-менее прилично, создают конституции. Но, тем не менее, конституция-то реально не ограничивает власть монарха. И монарх, как вы понимаете, сегодня подарил, завтра свой подарок может и забрать благополучно. Поэтому каких-то серьезных ограничений здесь нет. Второй тип монархии это ограниченные или конституционные монархии. Ограниченные или конституционные монархии, ограниченные или конституционные монархии. Это монархии, в которых власть монарха ограничена парламентом и конституцией. Естественно, что здесь уже конституция ратифицируется всеми гражданами, парламент избирается всеми гражданами, но вместе с тем есть монархи. Значит, отменяю, что ограниченные монархии делятся на два, в свою очередь на два типа. Один тип крайне редкий, редко встречается, это дуалистическая монархия. Ограниченные монархии делятся на два типа. Первый – это дуалистическая монархия. Дуалистическая, редко очень встречающийся тип монархии. Примерами такой монархии являются и Ордания, и также является Марокко. Марокко. Бегублка. И Ордания и Марокко. Значит, это тип монархии, в котором монарх является, расследственный монарх, главой исполнительной власти. Отметьте, в чем отличие этого типа монархии? Монарх является главой исполнительной власти, то есть он глава государства и глава правительства. Этот тип монархии очень напоминает президентский режим. Все то же самое. Глава исполнительной власти возглавляет правительство, является главой государства и возглавляет правительство. Значит, этот тип очень похож на президентский режим, в котором избирается парламент, есть конституция, и президент возглавляет исполнительную власть, является главой государства. В дуалистической монархии избирается парламент, есть конституция, судебная власть, Но наследственный монарх, глава государства, естественно, и возглавляет исполнительную власть. Именно такая система существует в Иордании, где наследственный монарх является главой правительства и, соответственно, главой государства. Второй тип монархии ограничен, более распространен, широко встречается, это парламентские монархии. Парламентские монархии, это форма монархии, в которых власть монарха абсолютно ограничена. Если в абсолютных носит абсолютный характер, то и здесь абсолютно ограничено. Монарх – формальная фигура, да, он глава государства, но никаких реальных полномочий, властных у него нет. Значит, какие страны? На самом деле вся власть принадлежит парламенту, поэтому и называется парламентским. И парламентские монархии – это, как правило, страны с парламентским режимом. Какие примеры вы можете привести? Великобритания, Испания, Европа, Норвегия, Япония, Швеция, Бельгия, Голландия. Это все страны с парламентской монархией. Власть монарха абсолютно ограничена. Возникает вопрос, зачем же странам нужен монарх? Ну, вот монарх сохраняет какую-то историю государства, да, что он олицетворяет государству, вот такая фигура, значит, либо гражданам нравится, что у них монархи. А на самом деле монарх не обладает реальными полномочиями и очень формальные, у него здесь функции, да. Вместе с тем, единственное исключение здесь, можете отметить, что монарх теоретически может издать свой указ, может издать закон, написать какой-то проект закона. В парламентских монархиях монарх может издавать указ, там, при проект закона. Но обязательно действует здесь правило контр-ассигнации. Контр-ассигнация. С двумя буквами С, контр-ассигнация. Действует правило контр-ассигнации. Это правило означает скрепление указа монарха подписью, значит, контр-ассигнация означает необходимость, да, скрепление указа монарха подписью соответствующего министра, либо премьер-министра. О чем идет речь? Ну, например, королева Великобритании хочет увеличить, я не знаю, свое собственное содержание, да, содержание Магмунгемского дворца. Она не может написать указ просто так, что, значит, который, там, увеличивает ее содержание, например, на пару миллионов долларов, да, или фунтов стерпенка. Вот, а она этого сделать не может. Она пишет проект этого указа, который представляет премьер-министру или министру финансов, да, значит, которые, естественно, отвечают за финансы, за экономику, значит, и пытается доказать, с обоснованием, в котором она пытается доказать, что вот ей нужно, значит, нужны дополнительные деньги. Премьер-министр или министр финансов рассматривают этот указ, и, значит, по окончании этого рассмотрения говорят, например, что, дорогая королева, значит, на дворе кризис экономический, денег у государства нет, так что, значит, до свидания, абсолютно верно, да, и тогда королева уходит, никакого указа не может быть, да. Если министр финансов подписывает этот указ, то именно министр скрепляет, происходит контрразигнация указ королевы, да, то именно министр финансов будет нести за него ответственность. Королева не несет у него уже ответственности, да, хотя является инициатором этого указа, да. Значит, ну вот такие полномочия у нее есть, и у большинства монархов Европы, но на самом деле реальных полномочий нет. Есть, конечно, разные нюансы, которые связаны, обычаи, которые связаны с деятельностью монарха, но, например, в Великобритании премьер-министра утверждает королева до сих пор. Это очень громко звучит, на самом деле, проходят выборы, партия побеждает, а лидер ее становится премьер-министром. Назначить другого человека королева не может. Значит, изменить здесь фигуру премьер-министра она не может. Она должна назначить этого человека, которого выбрал народ. Но там есть целый ритуал, может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Королева», вот там, значит, показан этот ритуал, который происходит, значит, перед назначением. Когда прошли выборы, вот, например, там, я не знаю, Дэвид Кэмерон избран премьер-министром, он еще не премьер-министр, вроде как бы, хотя он уже премьер-министр, понятное дело. Он приходит к королеве, значит, заходит в комнату к королеве, встает перед ней на колено, склоняет голову и просит назначить его премьер-министром. После чего, королева, у меня нет вариантов, она назначает, после этого он назначенный премьер-министром. Он выходит от королевы, от правильной премьер-министром. Ну, вот такой ритуал сохраняется, да. Также сохраняется ежегодная тронная речь монарха. Это очень интересное мнение. Каждый год королева, значит, обязательно читает тронную речь перед парламентом. При этом палата лордов может сидеть, служить эту речь сидя, палата общей, должна служить эту речь час или два стоя. Да, это тоже нигде не прописано, но такие традиции у них. Причем эту речь пишет королеве действующий премьер-министр. Согласна королева с ней, не согласна абсолютно, она час или полтора будет читать эту речь. Но она обязана ее прочитать. Вот так предусмотрено этикетом. То есть, вот есть разные нюансы, которые оправдывают существование монархии для народа, но, тем не менее, во многих парламентских монархиях поднимают периодически вопросы о том, что может быть ликвидирует эту монархию вообще. Значит, что касается республик, то существует три типа республик, в зависимости от конкретной структуры органов власти. Три типа. Они полностью соответствуют типам режима. Поэтому мы на них не будем останавливаться, просто перечислим. Значит, бывают президентские республики. Значит, республики делятся, в свою очередь, на три типа, которые полностью соответствуют типам режима. Бывают президентские республики. Ну, примером являются США, Аргентина, Бразилия, президентская республика. Парламентские. Если режим Великобритании парламентский, то форма правления парламентская монархия. А какие страны у нас с парламентской республикой? Германия. Германия, Италия, например. Португалия, например. Это страны с парламентской республикой. А в Латвии, Литва, парламентская республика. И, наконец, смешанные либо полупрезидентские. Здесь Россия, здесь Франция, здесь Турция, Польша, Украина. Это парламентская республика. Смешанные республики. Смешанные республики. Значит, и следующая категория. Вот мы с вами рассмотрели режим. Кратко форма управления. Какие формы управления существуют. И переходим к типам или формам государственного устройства. Форма или тип государственного устройства. Форма или тип государственного устройства. Данная категория, она также закрепляется законодательно. Законодательно. И характеризует. Отметим, что форма государственного устройства. Это категория. Она характеризует отношения между центром и регионами. Вот если, когда мы с вами говорили о режимах. Значит, характеризует отношения между центром и регионами. Когда мы с вами говорили о режиме. Мы говорили с вами о горизонтальном разделении властей. То есть деление власти на исполнительную, законодательную и судебную власти. Горизонтальное разделение властей. Когда мы говорим о форме государственного устройства. Мы говорим о вертикальном разделении власти. О делении власти на центральную власть и власть региональную. Есть такое разделение или его нет. Как оно закрепляется в конституции. Обладают регионы какими-то полномочиями или не обладают. Значит, в современном мире существует. Вернее, как лучше напишите, в политической науке. Существует три формы государственного устройства. Три формы государственного устройства. Одна простая, две сложные, так скажем. Три формы государственного устройства. Простая, унитарное государство. Унитарное государство. Дальше, федерация. Федерация. И конфедерация. Значит, унитарная, федерация и конфедерация. Унитарная это простая форма, где как раз нет никакого разделения власти. Где вся власть централизована. Но мы о каждой форме государственного устройства более, значит, конкретно уже поговорим. Отметьте, прежде чем вот каждую форму мы рассмотрим, отметьте тенденции. Тенденции в развитии, современные тенденции в развитии форм государственного устройства. Какие существуют в современном мире. Тенденции в развитии форм государственного устройства. Тенденции в развитии форм государственного устройства. Во-первых, отметьте, что унитарные государства становятся все более децентрализованными. Как это происходит, мы с вами вот посмотрим, когда будем, да, рассмотрим унитарные государства. Унитарные государства становятся все более децентрализованными. Что значит децентрализация? Это значит, все больше полномочий передается в регионы. Регионы. Хотя изначально унитарное государство предполагает концентрацию полномочий именно в центре. Децентрализованными, все больше полномочий передается в регионы. Наоборот, вторая характеристика. Федерации становятся все более централизованными. Федерации, где регионы, как Россия, обладают определенными полномочиями, все больше центр захватывает этих полномочий. Одна из самых федераций становится все более централизованными. Одна из самых децентрализованных федераций, это штаты, конечно, Соединенные Штаты Америки, где регионы и штаты обладают огромными полномочиями. Тем не менее, за последние годы ситуация меняется, и центр все больше и больше забирает полномочий себе за счет судебных прецедентов как раз. Значит, третье. Конфедерация стала историческим типом государственного устройства. Конфедерация стала историческим типом государственного устройства. Конфедерации нет в современном мире. Единственное государство, в названии которого есть слово конфедерация, это Швейцария. Она называется швейцарская конфедерация. Но на практике это никакая не конфедерация, это давно уже федерация. Попытка создания конфедерации была после распада Советского Союза, когда создали СНГ, Союз независимых государств. Сегодня это просто международная организация, это не какое-то государство. Но попытка такая была. Она продлилась, наверное, так и не реализовалась, может, меньше года. Но даже, я не помню, правда, какого года, 92-го, это была Олимпиада, где принимала участие именно команда СНГ, что показывает, что это было еще единое государство. Не отдельно Россия, Украина и так далее. А именно команда Союза независимых государств. Но, тем не менее, мы можем говорить о том, что сегодня есть какие-то конфедерации, нет уже оснований. И четвертое, отметим. Возникают новые типы государственного устройства. Новые типы государственного устройства. Которые нельзя отнести ни к одному из существующих. Ни к одному из существующих. Чаще всего их называют, но речь идет прежде всего об одном государстве, называют наднациональное образование. Речь идет о Европейском Союзе. Возникли новые формы, новые государства с типами государственного устройства, которые нельзя отнести ни к конфедерации, ни к федерации. Европейский Союз политической науки очень часто называют неопознанным политическим объектом. Потому что это не конфедерация, уже по целому ряду признаков, но это еще не федеративное государство, украять не всего и не будет. Поэтому определения нет, никуда нельзя его отнести, поэтому наднациональное образование называют Европейский Союз, и на этом все. Значит, отметим, унитарное государство. Начнем рассматривать, что из себя представляет унитарное государство. Значит, в унитарном государстве вообще можно сразу отметить, что в современном мире унитарное государство – абсолютное большинство. Конфедерации нет, в федерации – 24, остальные унитарные государства. Сегодня в Организации Объединенных Наций 193 государства, всего в мире около 200 государств, потому что есть еще непризнанные государства, там, возьмутся, не знаю, Южная Осетия, да, она не входит, естественно, в никакую Организацию Объединенных Наций. Вот, значит, всего 24 федерации, поэтому унитарное государство – самая распространенная форма государственного устройства. Унитарное государство не предполагает вертикального разделения властей, не предполагает вертикального разделения властей. Это единое централизованное государство. Единое централизованное государство. Вертикального разделения власти на центральную и региональную. Это единое централизованное государство. Подобное государство может иметь административное деление. Например, государство делится на 20 провинций. Провинции в свою очередь делятся на области. Административное деление есть в области. Но кто является руководителем провинции? Откуда он, кто его избирает, назначает, если государство централизованное и нет никаких регионов, собственных органов власти? Глава государства назначает главу провинции. Глава провинции назначает главу областей. Никаких собственных парламентов, избранных органов власти в гументарных государствах нет. То есть единая система органов власти. Во-вторых, единую систему предполагает это единое централизованное государство. В гунитарном государстве единая конституция, никаких других правовых документов нет. Единая конституция, единое гражданство и единая система налогообложения. В федерациях возможно система двойного гражданства, в России ее нет, но если вы переедете жить и станете гражданином штата и станете гражданином США, то вы можете быть одновременно гражданином США и гражданином конкретного штата. В Германии та же самая система, гражданин Германии, гражданин региона, они называются земли, соответственно, если бы это было в России, то вы были бы гражданами России и одновременно у вас был бы документ о том, что вы гражданин Свердловской области. В унитарном государстве такое невозможно. Единое гражданство. Единая система налогообложения означает, что все налоги собираются только центром. Единую систему. Регионы не имеют своих денег, не имеют своих средств, все налоги собирают центром. Вместе с тем, как мы уже сказали, мы отметили, что большинство современных унитарных государств децентрализуется. Происходит децентрализация за счет автономии. Отметьте, что появляется такое образование. Очень часто в унитарных государствах возникают автономии. Автономия. Это предоставление самостоятельности тому или иному региону. То есть в той или иной форме эта самостоятельность предлагается, предоставляется. Значит, предоставление автономии это и есть самостоятельность. Автономия предоставляется, значит, какому-то региону. Самостоятельность предоставляется какому-то региону унитарного государства. По разным причинам. Но именно эти автономии, они определяют вот эту децентрализацию. Когда часть полномочий передается вот этим автономным регионам, адменицам, значит, передается из центра. Какие типы автономии бывают? Значит, типы автономии в унитарных государствах. Типы автономии. Первый тип. Первый тип. Это персональная или культурная автономия. Персональная или культурная автономия. Персональная или культурная автономия. Персональная или культурная автономия. Она предоставляется в случае распыленного проживания. Распыленного, так и напишите. Проживание какой-то национальной группы, какого-то национального меньшинства. Распыленного проживания национальной группы или распыленного меньшинства. Если эта группа проживает распылено, то она где проживает? Везде. Везде по территории всей страны. Не в каком-то конкретном регионе она сконцентрирована, а везде по всей стране она проживает. Почему автономия называется культурной? Потому что касается культурной сферы. Эта национальная группа получает возможность поддерживать свою национальную идентичность. Они могут иметь собственные средства массовой информации, они могут иметь собственные культурные учреждения, религиозные учреждения и более того, могут иметь свои школы, где предусмотрено изучение их национального языка. Ну, например, приведу пример, очень такой показательный, это Финляндия. В Финляндии проживает всего 6% шведов, не так много. Причем отношение к шведам достаточно негативное со стороны финнов, потому что шведы доминировали долгое время в Финляндии и, в общем, скажем так, ограничивали права, нарушали права голенных финнов. Но, тем не менее, в Финляндии эта автономия предоставляется. Шведы имеют право не только изучать, вообще во всех школах Финляндии, как правило, изучается шведский язык. Фены даже до этого дошли, что пусть вторым будет во всех школах, еще и изучаются иностранные языки, английские и так далее. Более того, в УЗИ изучается шведский язык обязательно зачастую. И если швед хочет получать образование в УЗИ, это исключительно ситуация вообще для всего мира, обычно ВУЗ это не касается, его уже это автономия, он хочет получать образование на шведском языке, ВУЗ обязан предоставить эту возможность. Не говоря уже о средствах массовой информации на шведском языке, а о культурных учреждениях и так далее, и так далее. Подобный язык по автономии предоставляется, например, в Италии, для выходцев из Хорватии, Словении. Как правило, если в школе более половины учеников до севера Италии, как правило, там достаточно много представителей данных групп, более половины учеников хорваты, например, то изучается школа хорватский язык. То есть такой тип автономии предоставляется очень часто, к сожалению, за такой тип автономии борется русскоязычное население в странах Балтии, а в странах Балтии русскоязычное население в среднем составляет 30%, поменьше в Эстонии и Литве, намного больше в Латвии, там более 40%, в Риге более 50% это русскоязычное население. Тем не менее, они не могут получить эту автономию, но это связано, конечно, с сложной историей взаимоотношений России и стран Балтии, да, и русские школы закрываются, культурные учреждения закрываются и так далее. Значит, второй тип автономии, он связан с первым, называется корпоративная автономия. Корпоративная автономия. Она касается языкового пространства, она касается введения второго или третьего государственного языка, который является родным для какой-то национальной группы. Второй, третий, иногда четыре государственного языка может быть. Второго, третьего государственного языка. Естественно, опять же, для того, чтобы поддерживать свою национальную идентичность, значит, два языка или три языка предполагает, конечно, изучение в школах этих всех языков, плюс судопроизводство и вообще, значит, документы оборот идут на двух или трех языках, улицы должны быть обозначены, значит, на двух или трех языках и так далее. То есть, естественно, что, значит, они имеют одинаковый статус. Ну, понятно, вот Финляндия, Шведский, второй государственный, например, небольшой государственный Сингапур, где три государственных языка. Английский, Малакский и Томильский. В Сингапуре? Да, в Сингапуре три государственных. В Люксембурге, в прошлом государстве, аж четыре государственных языка, включая, как же, ретро-романский, на котором там менее проценты есть. Ну, тут исторический язык, никто на нем не говорит уже, да, но тем не менее он является государственным. И то есть его изучают в школах? Ну, уже не так изучают, конечно, но тем не менее, да. Ну, вот так языки, там, французский, немецкий, там, какой еще, итальянский. Ну, четыре точно, там, языка. Ну, итальянский, может, да. Значит, изучаются, естественно, и государственные, изучаются все языки. Значит, также, вот, что касается русского языка, да, русский язык у нас является государственным, вторым государственным языком. Где? Беларуси. Второй государственный, второй официальный язык. Что касается этого, есть два названия. Государственный официальный язык, разницы между ними никаких. Просто там, в возможностях, да, значит, законодательных, просто государственный язык утверждается президентом, ратифицируется парламентом, официальный язык утверждается только президентом. Вся разница, он называется государственный официальный. Значит, статус государственного языка только в Беларуси, русский язык имеет статус официального языка, что, в общем, приближено государственному, а? Казахстан. Казахстан, Киргизия. Что касается Украины. Вообще, в Украине до недавнего времени русский язык это язык национального меньшинства. Сейчас русскоязычное население Украины требует повышения статуса до языка межнационального общения. Но, тем не менее, это наталкивается на очень сильное противодействие. И Украина, вы знаете, что Украина разделена на два региона. Один абсолютно русскоговорящий, это восточная Украина и западная Украина, где, естественно, говорят именно на украинском языке. Но отсутствие этого статуса, конечно, создаёт очень много проблем для русского населения, русскоязычного населения. Потому что даже кино, фильмы у них сейчас идут только на украинском языке. Это указ был, значит, обязательно дублируются на украинский. Значит, во остальных странах СМГ русский язык, как правило, язык именно межнационального общения. И третий тип автономии, который предоставляется крайне редко, крайне редко и очень вынужденно, крайне редко предоставляется, это национально-государственная, ой, национально-территориальная или политическая автономия. Национально-территориальная или политическая автономия крайне редко. Она предоставляется в случае компактного проживания национального меньшинства. Компактного проживания национального меньшинства. Национально-территориальная или политическая автономия предоставляется в случае компактного проживания национального меньшинства. и предполагает создание собственных структур власти на территории. Речь идет, как правило, о парламентах, компактного проживания национального меньшинства, предполагает создание собственных структур власти, прежде всего, местного парламента. компактного проживания. Почему она предоставляется крайне редко? Вы представьте, что в стране, компактно в одном регионе, живет какая-то национальная группа, и ей вы еще даете права на то, что она может создавать свой парламент, свои органы власти. Что в итоге может произойти? Отделение. Естественно, проблема возникает сепаратизмом. Поэтому на такую автономию идут крайне редко. Примером таких автономий является Корсикова, Франция. Корсикова, Франция. Очень проблемный для Франции регион. Парерские острова в Дании. Но это менее проблемный, скажем так, регион. Парерские острова в Дании. Ну а самый такой яркий пример, это, конечно, Северная Ирландия, Великобритания. А Каталония тоже как родная? Нет, Каталония немножко другое. Мы с вами в Каталонии еще поговорим. Парерские острова в Дании. Ну, в принципе, да. Но только там строение страны другое. Значит, Северная Ирландия, Великобритания. Вообще, Ирландия имеет очень сложное отношение с остальной Англией. Значит, в свое время и идут они еще из 17 века, когда после буржуарной революции как раз Кромбель, если вы слышали о такой фигуре, да, то он объявил поход на Ирландию с целью привнесения туда протестантизма. И англичане, цель была великая, принести духовные ценности туда, значит, ну и подобные вещи, но реально это цель, конечно, были другие, более низменные цели, захватить территории, там, отобрать, значит, имущества у ирландцев. И в итоге, так тише, у нас еще тут пара минут есть, значит, в итоге, значит, две трети населения от Ирландии было, можно сказать, уничтожено благодаря этому походу. Треть вообще вырезали абсолютно англичане, в заселении Ирландии, там было уже, ну, достаточно много людей уезжало из Ирландии, там, в частности, Соединенные Штаты, и отсюда идут очень сложные отношения Ирландии, и Северной Ирландии, и Англии. В Северной Ирландии большинство протестанты, но порядка 40% католики, и вот здесь имеет место именно религиозный конфликт. Католики хотят объединиться с Ирландией, протестанты, естественно, против этого. Вообще, там постоянные, достаточно, ну, можно сказать, военные столкновения, а есть, значит, ежегодно проходят, так скажем, так называемые марши оранжистов, это протестантские марши по католическим районам. Вот они традиционно там проходят, и, соответственно, это все выливается в побоище и так далее, да. В Северной Ирландии в 72-м году ее лишили вообще возможности иметь свою политическую автономию, но в 98-м году уже глебалисты они вернули Северно-Ирландскую ассамблею, то есть парламент, и они опять создали вот эту автономию. Ну, более подробно давайте тогда уже в следующий раз мы будем все сотрудничать. Продолжение следует... Продолжение следует...